Конфликты, и у нас были даже практические занятия, небольшой конфликт тут произошёл. Мы говорили о том, что сам конфликт или кризис возникает, потому что пришло время развиваться человеку. Это нужно для развития, для того, чтобы менять себя. Так действует судьба. Если приходит такой плохой период, когда это возможно, чтобы наступило, когда возможно, но у человека развитый, то конфликта нет. Конфликт возникает, когда человек не справляется, у него не хватает силы внутренней, чтобы справиться с ситуацией. И тогда она начинает разворачиваться. У вас классический пример. Если бы вы были сильные, то вы бы выдержали просто нагрузку, а так как человек хороший, поэтому ничего плохого бы и не произошло. Но так как вы не выдержали, вы его начали выматывать. Это ведо говорится, что женщина как река, а муж как берега. И когда плохой период наступает, поворачивается течение реки, и река начинает наваливаться на берега. То есть ему и так плохо, у него плохой период, а еще жена подмывает его, и щеку же делает. Это классика жанра. То есть надеяться, что жена в плохой период тебя поддержит, наоборот, силы даст. Нельзя, потому что на все будет наоборот. Она будет наоборот тебе выносить мозг. Когда ты не можешь работать, жена еще поможет тебе с этим вопросом. И мы вчера говорили о том, что первое, что надо сделать в конфликте, это когда ты уже понял, что Бог дал тебе ситуацию. Надо перевести свое сознание от человека на Бога. На то, что это судьба тебе дала ситуацию, а не человек. У нас сегодня разговор с девушкой был, и она не может перевести сознание. Она все время хочет вернуть человека. И в результате она зациклилась на нем и теряет себя, тает психически. Хотя она все делает, старается. И в этом случае человек точно не вернется, потому что для того, чтобы сдать экзамен, надо сначала свое сознание оторвать от человека. Перестать считать его проблемой, его причиной. Не возвращать его, не пытаться, не злиться на него, не ругаться на него, а просто попытаться понять, что так действует судьба. Судьба заставляет, чтобы жена тебя пилила, допустим. Не надо просто принять судьбу. Тогда она успокаивается, начнет, будет снижаться. Потому что ты судьбу принимаешь, она уже становится слабее сразу судьба. Судьба всегда крепнет, когда ты с ней сражаешься. Вот ты ей сопротивляешься, она крепче становится судьба. Когда ты ее принимаешь, она слабеет сразу. И это состояние принятия называется принять свой крест, в конечном счете. Мы поэтому пример Христа приводили. Христианам может не понравиться, как я этот пример начал приводить, потому что у них есть свои отношения с Христом. Поэтому кто-то среагировал на меня вчера. И это, я считаю, нормально. Я немножко некорректно начал там рассуждать. Начал говорить, что он как пророк в себя вел. Ну, как бы, это мои были проблемы. Вот. Но в целом, вот именно то, что он нес свой крест, это пример для нас, что мы должны принять свой крест. У меня такая ситуация. Люди часто бунтуют. Они говорят, а что, зачем мне такая жена нужна вообще? Зачем мне вот это все надо? То есть, человек бунтует, топает ногами. А Бог специально, вот, как это, в этой притче, самолет падает, и человек очень искренне молится. И Бог, говорит, ну, пришел к нему, говорит, слушай, ты не можешь не молиться, а то я вас три года вместе тут собираю, а ты сейчас все испортишь. Вот. То есть, ну, ситуация, она дается не зря. Понимаете, Бог специально ее создает, чтобы мы развивались, учились. Вот. Поэтому не надо бунтовать, топать ножками, что ситуация тебе не нравится. Нужно ее принять сначала. Ты хочешь, чтобы она ушла? Конечно, ее надо убрать, эту ситуацию, однозначно. Но не надо топать ножками. Нужно сначала принять ситуацию. И вот принять ситуацию — это очень энергоемкий процесс. На это очень много сил требуется. И аскез, и молитвы, и добрых дел. Все это целая система, как надо правильно это все делать. Если человек опытный, то он что делает? Вот, допустим, пошла ситуация, ты хочешь принять судьбу. Надо посмотреть на психофизическом уровне, какой вид истощения у тебя происходит. Есть всего три вида истощения. Первый вид истощения — это истощение энергии воды. Ну, чаще всего бывает. Это выражается в психике в виде отчаяния, обиды, гнева, чувства несправедливости. Человек кипит, горит внутри. Ему хочется порвать того, кто ему это делает. Если на психофизическом уровне это происходит, то ты должен, чтобы принять судьбу, ты должен иметь контакт с водой. По методичке считайте, изучайте. То есть, если вода самая прохладная, самая теплая из всех холодных, это 28 градусов, значит, надо 70 минут, чтобы прочистить все психическое тело. Раз в неделю хотя бы надо. И завтра будем в статике молиться, узнать, что такое неподвижное положение тела. И как человек, когда не двигается, он прочищает тоже пять психических слоёв за 65 минут в неподвижном положении тела. Это даёт человеку возможность обрести терпение. Вода даёт спокойствие, а неподвижное положение тела даёт терпение. И спокойствие плюс терпение сжигает обиду, отчаяние. Человек крест свой принимает через эти две аскезы, он выдерживает нагрузку. Ну, то есть, почему человек не может принять крест? Одна из причин. Он не выдерживает нагрузку. Он говорит, я не могу вытерпеть этого. Это означает, что у него энергии воды не хватает, чтобы этот жар затушить. Вот огонь, когда горит, лес горит, надо достаточное количество воды, чтобы затушить пожар. Меньше воды он не затухает, он продолжает гореть. Самая сильная вода, конечно, это прорубь. Там любой пожар затухнет сразу. Ну, страшно, поэтому надо со старшими. Вот я сегодня был. Девушки стояли и не хотели, я говорю, и они пошли в прорубь. Скоро это пройдет. Мне вообще не страшно. Я залез, как всегда, домой туда. И вам страшно. Ничего страшного. Это значит, что у вас статическое напряжение еще пока не стерлось, вот это напряжение. Когда оно сотрется, вы будете спокойно туда идти, без проблем. Дороги, тебе страшно в прорубь? Вообще не страшно. У нас залез, как все, домой. И не страшно. Потому что она давно уже это делает. Вы всего три месяца сколько уже купаешь? Три года, видите? Через какое-то время вообще будет не страшно. Но это не значит, что все должны в прорубь сразу. Там есть такой критерий, очень простой. Вы в ледяную воду ногу засовываете, и если ее судорогой сводит, значит вам нельзя. А если не сводит, значит можно. Все. Простой критерий. И еще другой критерий, это нет хирургических патологий. Там же камень в желчном пузыре, почках там. Нет оперативного состояния. Какие-нибудь грыжи там какие-то неоперированные. И еще что-нибудь вот такое. Нет психических заболеваний. Когда более-менее нормальные, здоровые. А еще раз, если не сводит, что делать? А надо стоять сначала в 28 градусов 70 минут, потом в 22-40 минут. Потом дальше, прохладнее. И так постепенно, за полгода, уже легко до проруби дойдет. Вообще без проруби. Я тоже сводил сначала. У меня было дикое статическое напряжение. Когда я понял, вот эти закономерности, начал изучать, я сначала понял, как чистить прану. Я сначала бегать начал. Сначала бег советую. А потом я понял, что надо чистить еще воду. Вот это убирать. И хватку воды, и солнца. И постепенно разворачивается знание. Все глубже, глубже начинаю. Сейчас я понял, что когда стоишь на минусе раздетой, то прану наполняешься очень сильной праной. Организм наполняется при минусе. Когда бегаешь тоже, при минусе тоже сильная чистка прана идет. Ну то есть это все постепенно приходит. Летом, когда бегаешь, прана всасывается слабее, чем зимой. Но в целом суть такая, что если ты отчаяния испытываешь при стрессе, то ты судьбу не примешь, если ты не будешь в воде сидеть и статическую прожнение делать. Потому что у тебя не хватит энергии воды. Ты будешь кипеть. А чтобы ты не кипел, тебе нужна энергия для этого. Она должна, ты должен себя потушить свой пожар. Это делается водой. Понятно? Когда человек просто в прорубь залез, вылез, он не может потушить пожар. Потому что пожар может быть на третьем слое или на пятом. А ты когда залез, вылез, ты пол первого только очистил. Потому что 30 секунд в проруби это только пол слоя всего. А надо пять. А пять это четыре с половиной минуты. Там надо сидеть. Ну, после полтора минуты человеку все равно вы расслабляет. Кто вот первый раз сегодня, кто залез? Да? Полторы минуты и все, и сидишь там. А? По щикалке. Не расслабляет и... Так, две с половиной не расслабь, надо четыре с половиной. А вот если просто две с половиной, я четыре с половиной не смогу. Сможете? Доцент заставит. А в домашних условиях, вот если измерить ледяную воду в ванне, то сколько это минут градация температуры и количество минут? Ну, на сайте torsnov.ru в разделе материалы есть расчет времени АСКС, там шкала есть. Там просто, ну, после четырех градусов плюс четыре, а на шкала уже там неправильно показывает. Надо, если плюс четыре и ниже, всегда четыре с половиной минуты. Понятно? Ладно. Итак, если отчаяние, то вода и статические упражнения. Второе состояние, когда человек не может принять судьбу, то отчаяния может не быть. Но у него может возникнуть безысходность, чувствует страх, может возникнуть страх, безысходность, потеря волевых сил. Он чувствует, что у него нет сил исправить что-то, как будто он находится в таком состоянии, безвольном таком. Руки опустились, как говорят, руки опустились. Безволие, страх, бессилие, концентрация внимания теряется у человека, поверхностным соном становится. Он такой... Тогда длительное движение. Четыре часа ходьбы раз в шесть дней, раз в неделю. Полностью очищает все пять слоев. Блок, где находится, вы не знаете. 48 минут один слой очищает, а всего их пять. То есть надо идти до конца пятого, и где-то там по дороге вы почувствуете скачок пульса. Такой идете, 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 и так... Пошел пульс вверх резко. Это значит, что там блок. И, может быть, вы не сможете дальше идти. Но ничего страшного, постепенно этот блок пробьете, и дальше вам все легче, легче, легче будет. И вы постепенно научитесь длительной ходьбе, и у вас появятся силы принять свой крест, вы почувствуете, что у вас есть воля там судиться там, или побеждать, преодолевать, найти себе работу, как вот у него стресс забирает силы. Если бы он ходил, длительную ходьбу делал, то у него бы нашлись силы, несмотря на ситуацию, найти работу. А сейчас у него нет силы. И третье состояние называется подавленность, разочарование, снижение настроения, потеря веры, отрицательные эмоции сильные. Это состояние побеждается с помощью поста. Можно поститься на воде, можно поститься на зелени, это такой пассивный пост. 12 часов поста очищает один слой. Соответственно, 60 часов поста, все 5 слоев, но лучше начинать с 12. Пост — это самое сложное мероприятие, сложнее намного, чем прорубь. Поэтому можно поститься начинать на зелени. Лист салата купил много, на блендере взбиваешь и пьешь как сок, это тоже пост считается. Ну, чуть-чуть подсаливаешь, больше кроме листа, салата ничего везде не пьешь, не ешь. Можешь несколько видов зелени, микс сделать, там салат, шпинат, сельдерей, что-то как тебе по вкусу, что-то нравилось. И пьешь это. 12 часов попил, 12 часов поспал ночью, потом весь день попил, потом еще ночь поспал, 36 часов. Для начала вообще классно. Раз в неделю, если будешь так делать, то вообще супер просто. Очищается психика и оптимизм появляется в сердце. Жизнерадостность. Есть грубая энергия солнца, которой много там, допустим, в Сочи, в Израиле, в Арабских Эмиратах, там много энергии солнца, грубая. И она стимулирует также поступление тонкой энергии солнца. Люди, естественно, становятся жизнерадостнее, когда солнце много веселее. Но если человек сам себя заставляет быть жизнерадостным, когда он просто солнечно себя ведет, вот сегодня мы на пробежке заставляли себя быть жизнерадостным. Все люди, которые проходили мимо моим, кричали «Доброе утро! Счастья!» Они все такие. А мы радовались. И потом, если они еще раз проходили, они уже лупались, начинали с нами здороваться. Так мы вырабатывали в себе иммунитет к недовольству людей. Старались радостно подходить ко всем. Тренировка такая. Быть оптимистом. Как это говорят? Пессимист. Оптимист учит английский, а пессимист учит китайский. Да? Быть оптимистом. Шутка. Ладно. Итак, вот эти три вещи. Мы изучаем, как принять свой крест. Разберись, что у тебя? У кого сейчас стресс? Что у вас истощается? Что, отчаяние, страх или отрицательный эмоций? Что у вас? Страх. Страх сильный. Значит, длительное движение. Значит, длительное движение вам нужно, иначе вы не победите ситуацию. У меня вот сейчас, я на антидепрессант. На фотосессуаре. Ну и что на антидепрессант? Надо все равно ходить. Или будете ходить под себя? Угу. Угу. Два варианта. И рекойте, или под себя. Будет ходить. Все тогда. Угу. Все, видите, здесь закон такой. Если у тебя отчаяние, тебе надо в воде сидеть и статику делать. И тебе больше всего не хочется в воду в это время, и не хочется статику делать. Если у тебя депрессия, ты на антидепрессантах, воля подавляется, страх внутри. Тебе больше всего не хочется ходить. А надо ходить. Когда больше всего по отрицательной эмоции, разочарования, тебе больше всего не хочется поститься, а надо поститься. Это называется желание жить или нежелание жить. Понимаете? Вот две помидорки посадили. Одна... Все помидорки чувствуют, что в новой почве им плохо. Они к той привыкли. Это их родной дом. И куда-то пересадили. Непонятно. И обе помидорки в стресс попадают. Но одна, она верит, что все будет хорошо. И как бы... И старается выдержать удар судьбы. И она постепенно привыкает, потом расцветает. Через три месяца та помидорка, которая не приняла судьбу, ее даже уже не видно, она сгнила уже. Ничего не осталось там даже. А та, которая приняла, она расцвела, у нее большие помидоры красивые. А там разные варианты. Например, если ты поздно засыпаешь, значит, у тебя статический блок. Нужна вода и статические упражнения. А если у тебя поверхностный сон, ты вот такой вот как бы... Если поверхностный сон, динамическое напряжение. А если на ночь нажираешься, то негативный тонус. Холодильник видишь и так... И на него бросаешься и... Вот, значит, негативный тонус. Значит, ты себе настроение хочешь поднять. Значит, ты чувствуешь, что у тебя не хватает радости в жизни. И холодильник нам поможет. Но ешьте фрукты, сухофрукты, овощи, тушеные овощи, зелень, орехи, гречку, кино, пшено. Нельзя есть мясо, рыбу, нельзя есть молочное, нельзя есть зерновую, бобовую пищу, нельзя молочку, нельзя слабкой. А молоко надо же? Нет. Но на молоко горячее с медом можно, если ты здоровый человек. Если больной, лучше нельзя. Итак, первое, это психофизическое состояние. Как принять свой крест? Протесты, протестируй себя. Что у тебя расходуется, то и пополняй. Заставляй себя жить. Иначе будет хуже. Второе, это социальные силы. На социальном плане, когда человек в кризис входит, он очень сильно зацикливается на себе. Как определить, что у тебя кризис? Или плохая судьба? Как определить? Самый простой метод. Когда у человека хорошая судьба, он думает обо всем, кроме себя. он такой живет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. И он все на... Тянут ко дну боли груз, грусть, прежний к осылшему груз. Вот. То есть, плохой период наступил. Человек думает о своей жизни. Видите, он нашел метод, он начал песни сочинять, петь, что-то делать. Вот. Лучше всего молиться, конечно. Лучше завтра у нас будут ретрикты, мы долбанем, только все вместе. Да? Классно же потом, хорошо так становится. Пробивается судьба, человек отвлекается от себя, чувствует счастье, ему хорошо становится. Вот. То есть человек должен отвлечься от себя. Есть разные методы, можно это делать с помощью молитвы, можно начать помогать людям, добрые дела делать, желать всем счастья, кормить птичек, в пищу жизни начать помогать, кормить людей, что-то делать, понимаете, не сидеть. Некоторые люди думают, что если они думают много о своей жизни, значит станет лучше. Мои хорошие, запомните, когда вы думаете хоть немножко о своей жизни, вы идете в штопор. Потому что ваши мысли о своей жизни, это и есть затягивание вас судьбы в эту воронку безысходности. Потому что, когда вы думаете о своей жизни, у вас вы теряете энергетику, вы становитесь слабым, потому что судьба вас выкачивает из вас силы. Думай, 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 думай о своей жизни. Становишься все слабее. Понятно? Что делать? Отрываться от себя. Отрываться от себя, пищить и лезть, желать всем счастья, звонить подружке, помогать ей, кому хуже, тому и помогать, птичкам помогать, собачкам помогать, себе домой не надо набирать птичек, собачек, на улице помогать. В храм ходить, как оторваться от себя, пошла в храм, помогла, со свечечками помогла, полы помыла, еще что-нибудь сделала, и уже легче жить, сразу легче жить становится, как только человек что-то начинает делать для других, сразу же он начинает побеждать судьбу в это время, это не просто действие, это победа над судьбой. Да, добрые друзья тоже, если есть друзья, кому Бог друзей дает, добрых друзей, настоящих, настоящих, это кто друг беде не просит, лишнего не спросит, вот кто значит настоящий верный друг, не тот, который с тобой вместе там на Адриатику ездит там, это просто начать вместе балдеть, это неверный друг, они все тебя побросают, когда ты станешь скользким, манючим, они будут ждать, когда ты будешь мягкий, пушистый, а в это время тебя все побросают просто. Вот. А останутся с тобой те люди, которые Бог тебе дал, потому что ты любила людей или любил, много с людьми, помогала им, и когда человек любит людей, то Бог ему дает как награду верных друзей, верные друзья помогают, никогда не падает духом, зная, что есть верные друзья, вспомни их, и ад вдруг станет раем, боль уйдет, как талая вода. Вот. Ну, то есть, надо это знать, что Бог действует через людей, Бог действует. Бог может через человека действовать, силу давать, святой человек, через него всегда Бог действует, но кроме святых людей, Бог еще действует через друзей. Вот есть друг у тебя, он тебе поможет, Бог через друга, не психолога, не астролога, а через друга тебе. Если ты чувствуешь, что хорошо с человеком, сердце хорошо с человеком, иди к нему, поговори с ним. И он тебе поможет, тебе станет легче, у тебя сердце начнет облегчение, ты почувствуешь, что ты отрываешься от себя. Вот поднимите руку, вот сейчас на лекцию пришли, легче кому становится, вы отрываетесь от своей жизни. Видите, значит, вот вы правильно выбрали направление, на лекции ходить, на тренинги, на добрые какие-то, где пошлятины всякие, на добрые, где духовное настроение, сознание, чистота. Вот. Когда человек принимает свою судьбу, он почувствовал, что он справляется с собой, он начал психофизически наполняться от природы. Природа лечит человека, сильно лечит, очень сильно. Надо просто в это поверить и с ней научиться дружить. Потому что вот выходишь на улицу, на свежий воздух, и такой, а, а, тяжело, это не мое, может я заболею там. Это означает, что ты дезадаптированный уже человек. Знаешь, что такое анорексия? Человек отвыкает кушать, его заставляет, иди, жри, блин, скотина, иначе ты сдохнешь. Вот. Начинают кушать понемножку. Так же за природу, иди в Лагинский этот остров, иди, бегай, ползай, ходи, что-то делай, иначе сдохнешь. Присоединяйся. Каждую субботу там они встречаются, бегают, ходят, проруби купаются, и жизнь лучше становится. Лезь в бассейн, плавай, водой наполняйся. Солнца нет в Питере. Надо, значит, в сауну ходить, энергии солнца получать от жары просто, от теплой сауны. В общем, надо наполняться энергией воды, воздуха и солнца. Всех болезней, солнце, воздух и вода, нам болезней, помогают нам всегда. Всех болезней нам болезней, солнце, воздух и вода. Знаете такую песню? Ну, то есть, надо это понимать, что это вот все эти энергии, они создают психическую энергетику человека. Делают ее спокойной, сильной, стабильной. Социальная возможность оторваться от себя, за все силы надо учиться этому. Вот ретрит, завтрак, классно этому помогает. Когда погружаешься в молитву, все, забываешь про себя, пошла. Ты особенно много людей вместе, они тоже долбанули вместе с тобой, у тебя раз, и все, пошло, пошло, пошло. Тебе легче, легче, легче становится. И дальше уже на этой волне ты начинаешь дома стараться сам, все делаешь. Это называется принятие жизни. Вот эти практики, они что делают? Ты начинаешь чувствовать, я могу жить без этого человека, я могу без этой работы прожить. Я могу в судах прожить, я могу в тюрьме прожить, я могу прожить с этой болезнью, я могу прожить в этой ситуации жизни, в которой я нахожусь. Все, значит ты ее начинаешь побеждать. С этого момента начинается победа, когда ты ее принял. Вот лягушка, когда видит удава, ей надо что делать? Принять судьбу, понять, что удав есть, я есть, надо теперь, жизнь поменялась, надо теперь жить в этой ситуации. Как-то правильно. Вот косуля, допустим, он когда видит тигра, одна косуля убегает, и она проигрывает тигру, тигра ее догоняет. А другая навстречу, он бежит, тот прыгает, и так они раз, разминулись, и она от него сваливает. Почему она навстречу? Потому что она смелая, она обхитрила его, приняла судьбу. Классно, методология, понять, что делать. Есть, конечно, лягушки, которые выделяют яд, ее начинают заглатывать змеи, а она такая сидит и вообще не парится. Она яд выделяет, вот так, ее выплюнуло, а это пошла прыгать. В Америке такие лягушки сейчас разводятся, их никто съесть не может, они борзые. В пол-Америке уже как-то расплодились. Вот, но это особый случай, у нас же нет такого яда. Если у вас есть знакомый начальник выше, чем этот, вы можете через того начальника этому яд сделать, чтобы он вас не трогал. Но это редкий случай, так бывает редко. В основном приходится побеждать судьбу. Мы вчера говорили о том, что, когда судьба действует, то она бьет по морде человека, на которого она влияет. И когда этот удар произошел, то у человека есть три варианта. Первый вариант, ты в доброте оставляешь сердце, значит, ты очень сильно, хорошо так справляешься с этой судьбой, у тебя все классно. Второй вариант, правда начинает тебя душить, я ему, блин, докажу, гад такой. Это значит, ты уже не справляешься. И судьба начала тебя брать в оборот, она тебя начинает скрючивать в твою жизнь. Ну, то есть, как сделать так, чтобы судья не скручивала, судьба тебе? Сус Христос об этом сказал? В доброте сердце держи. Он говорит, поставь вторую щеку. А у вас прощай, а сколько раз, до скольки раз, до семи раз прощать? Он говорит, до семи же до семи раз прощать, сорок девять раз прощать. Но мы оговариваем, что прощать, и если человек предает тебя, заодно и судится с ним. Прощать это не означает ничего не делать. То есть, прощать это состояние сердца. Есть внутреннее состояние, есть внешнее, надо их разделить. Внешне надо действовать, а внутри доброта. Доброта означает сознание Бога, не человеческое сознание. Своими силами невозможно быть добрым. Потому что судьба расшатывает сознание, не дает возможности быть добрым. Я вчера об этом говорил, такой счастливый, довольный. Потом девушка говорит, да вы, блин, Олег Геннадьевич, я пошла, все. Я... Судьба начала меня испытывать. Ну, как оказалось, эта ситуация, на самом деле, не только с девушкой была связана, это вообще с моей судьбой была ситуация связана. Потому что в это время у моей тёщи случился приступ сердечный, у меня тромб попал в сердце, и в это время её повезли на скорую и начали оперировать. То, что вчера происходило, в это время эта ситуация была ещё параллельна. Ну, то есть так судьба действует, нас сразу человека хватает за все жабы, сколько у него есть. И я когда молился, Аллилуйя читал, я почувствовал присутствие Господа, думаю, что-то какая-то непонятная ситуация. Сильно присутствие Господа чувствовал, я чувствую, что-то происходит, а что я не пойму, думаю, что за это такое. А потом узнал, приехал домой, узнал, что ситуация ещё была. И в это время молитва тоже, она, видно, помогла, что у неё всё нормально произошло. Очень успешно операция прошла, троп не успел навредить организму. Спокойствие нужно, доброта. Но, правда, если тебя прямо глотно, ты в доброте, стараешься, в доброте, значит, ты знанием обладаешь, знаешь, что делать. Некоторые думают, надо доказать. Всё, давай, иди доказывай, сейчас судьба начнёт с тобой расправляться. И мы вчера песню это слышали, как ненависть, я включал, ненависть человека, а начинает крутить. Головы наши палит, там песня говорится. Рукоятки мечей холодеют в руке, и сердце, как птица, в другие стучит. Вот, это так действует судьба, она человека просто раскачивает жёстко. Если он в доброте сердце не удержал, мы первую песню слушали, «Верю в тебя, дорогую другу мою». Это вера от пули меня, в тёмной ночи хранила радостно мне, я спокоен в смертельном гаюке. Знаю, встретишь с любовью меня, чтобы со мной не случилось. Один вариант, да? А второй вариант, человек не справился, у него нет, видно, такой глубокой веры, любви. И он поэтому пошёл, его трясти, колбасить пошло, и он молится, чтобы только не в чёрную ненависть не превратилась. Это его благородная ненависть, чтобы не превратилась в чёрную, иначе всё, дальше погибель уже у человека. Ну, то есть, состояние правды. Следующее состояние какое, судьба ещё надавила, и ты думаешь, пошёл нафиг такой человек. Ничего не соображает, блин, не понимает, что он себе портит жизнь, работал бы здесь, спокойно, нет, куда-то свалил, там, своё дело, деньги ещё хочешь потратить, последние, и вообще ничего не останется, без штанов будем жить. Видите, на грани, человек на грани, один шаг, и он, да пошли вы все, всё, это ненависть уже, что ненависть означает, всё рушится, семья, одинокая жизнь, потом, вообще, даже такого уже потом все не найдёшь, одна останешься, вообще будешь куковать. Ну, то есть, вот так судьба делает, она от человека до ненависти доводит, он потом рубит всё, и дальше живёт, несолоно хлебавший. Понятно? То есть, схему судьбы запомнили, как она действует? Она тебя сначала выводит из равновесия, потом правду матку надо доказывать, а потом дальше ненависть или развод и девичья фамилия. Война. И что бы ты ни делал, где бы ты ни был, между землёй и небом, война. Понимаете? То есть, это жестокий период идёт, и человек не может от него убежать никуда, то есть, у него, он живёт в этом состоянии. Сражение идёт. Жестокая судьба, что делает, она, человека заставляет грешить. Он теряет совесть. Совесть – это Бог. Что только судьба берёт, от Бога человек отделяет, так. И он теряет, он становится, ничего не соображает. Думает, да и мне классно, как бы. Я что хочу, то и вытворяю. Нашёл себе любовницу, пошёл, и всё. Классно. И потом тайные схемы начинаются в голове. Как мне удержать имущество и её совсем как бы нагреть? Это надо тайком сказать ей, что на мне всё имущество, я плачу, на мне оно. А потом, через 4 года, когда я выплачу, на тебе будет. Потому что по закону нельзя сразу тебе переписать. Вот здесь всё в лохотрон уже. Потому что по закону можно сразу. Понимаете? Лаптик дубы, да? Есть три схемы в целом, как можно человека нагреть. И эта мудрость, она поведана нам великим, великим, одной великой Личностью в общем. Так что вот великий Кагод Базирио вам рассказал знания, которым надо понимать, что когда человек с дьяволом под ручку идёт, у него появляется, просыпается другое знание. Оно на человеческой слабости основано. Потому что люди верят не всегда в то, что надо. Например, человек верит в ипотеку. И можно им воспользоваться. Я не против ипотеки. Но здесь надо иметь знание. Я вам сейчас его расскажу. Если вы чувствуете, что очень квартира нравится, прямо аж трясёт вас, как хочется её взять, то эта красивая квартира на годы вас вернет к пучину страданий. Второй вариант. Квартира похуже чуть-чуть, но неплохая. Там можно жить. Не трясёт от неё. Но хочется. Значит, эта квартира будет вас напрягать. Страданий не вызовет. Напряг будет долгий год. А если квартира маленькая, вот выплатить вот так вот вас вообще не напрягает. И желания к ней никакого нет. Тогда на неё берите ипотеку. И она никогда вас не напряжёт. Вы между делом выплатите её. И это будет вам в удачу. То же самое в бизнесе. Если ты хочешь взять большой кредит на бизнес, потому что тебя колбасит, какой у тебя бизнес пойдёт крутой, значит, это тебя приведёт к разрушению твоего бизнеса. И ты получишь огромные проблемы вплоть до тюрьмы. Вот. Если ты чувствуешь, что как бы так себе средненький бизнес будет, и выплатить легче гораздо, то тогда проблемы будут, но не сильно большие. Можно как-то выжить. А если ты чувствуешь, что вот маленький бизнес, небольшой, выплатить легко, и как-то не хочется так вот именно, ну что, это легко, это вообще не проблема. То можешь взять, и это будет для тебя удачей. Потому что бизнес всегда надо начинать с очень маленького. И двигаться постепенно вверх. Потому что на маленьком бизнесе ты отработаешь всё, у тебя появится опыт, ты также поймёшь свои возможности. Сколько людей, например, ты можешь взять на работу по своей судьбе хорошей. У каждого ограниченные возможности. Никто не знает сразу, сколько ты можешь взять людей. Как тебя будут там дурить люди. Потому что у каждого своя судьба. Как у тебя взаимодействие с властями будет, ты не знаешь. Как у тебя всё продаваться там будет. Какой опыт ты от этого получишь. Твой это бизнес вообще не твой. Ты ничего не знаешь. И вот на маленьком ты можешь проверить. Чуть-чуть взял. Чуть-чуть маленький кредит взял, проверил. Вот это для вас информация, для вашего мужа. А вы его донести должны ему по-доброму. Потому что если будете злиться, он никогда вас не услышит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok